Как делишь, ребятишки? С вами Суэдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее прохождение старой, но замечательной легендарной карты про хирургов в Майнкрафте. Сегодня, ребята, нас ожидают три новых испытания в Майнкрафте, то есть три операции. Кто не знает, ребята, эта карта называется Симулятор Хирурга, и я надеюсь, что она вам, ребята, понравилась. Если да, то не забываем ставить большие пальцы вверх, набираем, ребята, 3000 лайков, я завтра же выпускаю прохождение новой и крутой карты. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, честное слово, оставляйте также свои комментарии, на самые интересные я буду отвечать. И, конечно же, ребята, делитесь с этим видео своими друзьями, репостите ВКонтакте, скидывайте всем в личку, я буду этому, ребята, очень сильно рад. А сейчас мы будем приступать к самой карте, и я действительно надеюсь, что она будет интересной, ребята. Вот честно, вот сейчас у нас всех лето началось, хоть у меня работа, но я, ребята, буду стараться для вас выпускать как можно больше видео. Да, поэтому, ребята, это не так-то сложно поставить один лайк, если мы дружно все соберем 3000 лайков, завтра выйдет новая серия, я вам обещаю. А сейчас, ребята, мы будем начинать прохождение самой карты. Ух ты, как давно, как давно я уже не играл, ребята, но недавно вышло обновление, и я надеюсь, что оно будет, ребята, очень даже хорошим. Тут, в принципе, нам нужно начать, чтобы нажать, чтобы начать первый уровень. Но, как я помню, у нас есть тут много каких-то других... Да, у нас тут есть, ребята, магазин хирурга. И также нам чат пишет, что первые инструменты, которые тебе пригодятся, это скальпель и также деревянная кирка. Другие инструменты ты сможешь купить позже. Поэтому, ребята, покупаем скальпель за один опыт... Нет, не вот это. Ху, я не туда нажал. За вот это, ребята, покупаем скальпель и также покупаем не железную, а деревянную кирку. Это, ребята, все инструменты, которые нам сейчас пригодятся. Что у нас, кстати, вот тут? У нас тут какие-то зачарования есть, нифига себе. То есть, в новой версии вот этой карты уже появились какие-то зачарования. И также, что у нас? Дом доктора. Ага, тут у нас ачивки, ребята. Смотрите, что тут пишут. Это у нас различные ачивки. Кстати, ребята, если вы заходите, то можете поставить лайк. И я сразу же добавлю ссылку на вот эту карту в описании. Любой из вас может зайти потом, ребята, и скачать. Кстати, вы знаете, что это такое, ребята? Это небольшое такое испытание. То есть, если я смогу вот туда допрыгать, если я стану вот туда на нажимную плиту, ребята, то я бесплатно... Ай, твою мать! Отправляемся сразу на прохождение, ребята, уровней. Как я уже сказал, сейчас, ребята, у нас три новых уровня. Эти все уровни, ребята, мы будем пропускать. Потому что, кто не знает, то я уже очень давно проходил вот эти все уровни. Я уже прошел даже одиннадцатый уровень. Двенадцатый уровень. Тринадцатый уровень. Четырнадцатый не проходил. И да, я даже его не могу пропустить, потому что это, ребята, новые три уровня. Ху! И знаете, кому мы будем делать операцию в этот раз? Знаете, кто это такой? Это будущий президент, ребята, Америки. Это Дональд Трамп, да, ребята. И сейчас, вот смотрите, даже у нас тут есть куча... Куча золота, даже туалет золото... О! Я должен был это заметить, то, что тут есть какая-то лестница. Значит, нам сюда нужно будет потом забраться. Да, найди лестницу, да. Видите, ребята, я даже нашел уже какой-то секретик, не начав проходить, ребята, саму карту. Но что у нас тут пишет? Описание первого уровня. Да, привет, ты знаешь, кто этот джентльмен? Я тебе скажу, это Дональд Трамп. Он прячет какие-то секреты. Найди его секретный рычаг в его теле. И также потом найди какую-то секретную нажимную плиту. Поэтому, ребята, нам нужно искать какой-то рычаг. А я, если честно, не могу знать, где он. Потому что, кто знает, что это за карта, то в любом месте, в любом месте может быть спрятан рычаг. Я не знаю, может, рычаг у него находится где-то вот под сердцем. Потому что, мне кажется, вот такое сделает, как будто у него золотое сердце, да, с намеком. Но, мне кажется, я тут нифига не найду. Мне нужно найти... Ребята, запомните, в этом раунде нам нужно найти нажимную плиту и также рычаг. Нам было сразу написано, что где-то в теле прячутся вот такие, ребята, инструменты. Поэтому, сейчас будем надеяться, что я все-таки смогу что-то найти. Ребята, мне кажется, тут ничего не будет. Потому что я уже сломал даже свою кирку. Тут ничего нету. Может, у него в башке где-то прячется. Фиг его знает, ребята. Давайте сначала башку проверим. Может, у него... Опа, опа, есть тут какое-то местечко. Вот там есть... Ну... Да. Может, у него в глазах есть что-то спрятанное. Тоже ничего... А если в башке, ребята? А если у него в башке есть что-то спрятанное? Может, так оно и будет. Потому что, если честно, в теле я нифига не нашел. Значит, что-то должно быть в башке. Ничего нету. Ну, пожалуйста, тут найдись что-то. А мне, наверное... А может, у него вот тут что-то есть? Только, к большому сожалению, я-то сломал уже свою деревянную кирку. Потому что скопал офигеть, как много других блоков. Нам нужно будет еще одну прикупить. Но я надеюсь, что тут все-таки что-то будет. Пожалуйста. Да! Прям как знал, ребята. Да. Хорошая работа. Ты нашел секретный рычаг Дональда Трампа. Сейчас попробую найти еще один секрет. Секретную нажимную плиту. Как вы, ребята? А знаете, я на начале уровня уже заметил то, что у нас тут все-таки что-то есть. Поэтому, ребята, мне кажется, она будет даже где-то вот тут. Да, ребята, нажимная плита. Да и... Так. Нет, нет, нет. Это еще не конец. Куда нас перенесли? Опа, 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 опа. Одеваемся, ребята, вот в это. И считаем, что тут написано. Разблокируй. Видишь кнопки и рычаги? Да, вижу. Тебе нужно найти нужную комбинацию рычагов. И после того, как ты подумаешь, что это нужная комбинация, нажми на кнопку. Удачи. Нет. А если вот так? Нет. А если вот так? Да! Нифига себе! Пока. Пока, зомби, пока. Будь осторожен, потому что тут очень много стражников. Спасибо за такую офигенную информацию. Но я как бы это заметил. Да за круто! Нет! Да дайте мне! Еще раз выманю. И после этого... Давайте сюда. Давайте сюда, мои миленькие. Давайте, давайте. Только не стукайте меня, пожалуйста. Нет! Нет! Так, сейчас этого нужно отбить. Пожалуйста, 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 пожалуйста. У меня полтора сердечка. Как бы тебя выбить обратно? Как бы тебя выбить обратно? А, кстати, ребята, это же новая версия. Поэтому тут фигово работает вот эта система боя. Убил, заразу! Убил, заразу! И что нам нужно, ребята? Собери 400... Так. Собери 4 милли... А! Что нам нужно собрать? Собери 4549 миллионов сундуков. И потом помести их в... Сколько миллионов? Офигеть! 35 миллионов! Так, ребята, мне кажется, это затянется на очень долго. Поэтому я сейчас вернусь. Так, ребята, я уже собрал все деньги вот с этих сундуков и вот с этих. Вот тут я еще не собирал. Давайте попытаемся выкинуть вот это все. И... Я не знаю, вряд ли тут будет столько бабла, чтобы... Прямо засчиталось там 4 с чем-то тысяч миллионов. Или сколько там даже было, я не понял. Но нет, ребята, этого не хватит. Поэтому нужно еще дальше собирать бабло. Да! Ребята, я собрал вот эту всю стену. Еще осталось вот это. Но все же я сейчас постараюсь вот это все выкинуть. Пожалуйста, засчитайся. А почему я просто не могу забрать вот это все... Всю эту баблону, которую... Нет, вы издеваетесь! Мне опять вот это все собирать, ребята! Тут есть куча сундуков. И вот смотрите, как я это все делаю. Это очень долго. И нудно. И скучно. Да. Последние 4 сундука. Тут. И вот тут. Пожалуйста. Я тебя просто умоляю. Ну, пожалуйста. Я все собрал. У меня больше... Тут больше... А еще вот тут. Твою мать. Все собрал. Все собрал. Все собрал. Даже быстро бегать больше не могу. Потому что у меня просто-напросто нету еды. Я все собрал. Что-то от меня еще... Да! Открылась. Открылась. Я уже напугался. Да! 14 уровень мы выполнили. Сейчас, ребята, давайте прикупим себе немного хавчика. И также опять кирку. Потому что, как видите, еды у нас вообще нету. Ту-ту-ту-ту. Купил я хавчик. Купил я кирку. И мы можем, ребята, отправляться дальше на новый уровень. Который называется плохой механик. Ух, плохой механик. Ты действительно какой-то плохой. И что нам нужно сделать в этой серии? О-о-о. Что нам нужно сделать в этой серии, ребята? Боб, самый худший механик во всем мире. Тебе нужно... О-о-о. Он скушал три редстоун-блока. Потому что он не смог починить электрический щиток. Найди три... Значит, он не механик, а электрик. Поэтому нам нужно найти три редстоун-блока в его теле, туловище, организме. И поместить их, ребята, в электрический щиток. Который находится вот тут. Ха, ладно, Боб. Ладно, Боб, мы тебе постараемся помочь. Надеюсь, что мы очень быстро это все найдем. Я, ребята, начинаю копать. И не зря же нам дали вот эту лопату. Потому что, как вы знаете, это будет очень долго. И я надеюсь, что это не займет очень много времени. Потому что, мне кажется, ребята, не всем будет интересно смотреть, как я сейчас буду. Вот тут пять минут что-то... Опа, опа, опа. Нашел... Даа, нашел уже секретный проходик. И вот он, первый редстоун-блок. Еще осталось два. Еще осталось два. Поехали, ребята. И вот, ребята, пока я вот это все рыл, перерывал, то я нашел еще один редстоун-блок, который находился прямо у меня под ногами. Давайте мы его быстренько забираем и уходим. Я надеюсь, что еще один будет где-то вот тут близко. Потому что я скопал нормально так территории, но я даже не скопал половину всего песка, который находится у него в организме. Мне вообще интересно... О-о-о-о! Мне интересно, что наш Боб кушает, если у него столько песка в организме. Нехорошо, Боб, нехорошо. Нехорошо. И мы, наши ребята, третий редстоун-блок. Давайте выбираемся с этого вонючего Боба и ставим вот это все, ребята, вот сюда. Помести блок редстоуна вот сюда. Да! Пятнадцатый уровень выполнен. У-у-у! И сейчас, ребята, у нас последний уровень. Сейчас мы посмотрим, что же это будет такое. Unstoppable. Прям не остановить вот этого чувака. Кто это вообще такой? Эм... Давайте прочитаем. Опа! Четыре панели дневные и один блок редстоуна. И шестнадцатый уровень. Что это такое? Где доктор? Нужна операция, потому что на... Айрон трэп... Короче, нам нужно... Нам нужно заменить люки, которые находятся в сердце этого пациента, на датчики дневного света. И лаву заменить на блок редстоуна. После этого включи машину для... Включи машину для сердца и найди секретную кнопку. Будь осторожен, потому что это может быть очень опасно. То есть нам нужно... Ааа, нам нужно поменять ему сердце на механическое. Я понял. Не волнуйся, чувачок. Не волнуйся. Мы тебя спасем. Только нам нужно найти твое сердце, которое, мне кажется, находится где-то вот тут. Так, я открываю его сердце, ребята. Вы готовы? Да, это его сердце. И как я понял, нам нужно, ребята, заменить вот это все. То есть вот люки нам нужно заменить на датчики дневного света. А вот лаву нам нужно, ребята, заменить на... На блок редстоуна, как нам было сказано вот в этой книге. Поэтому, ребята, давайте мы этим сейчас и будем заниматься. Я надеюсь, что все пройдет успешно, потому что это последняя операция в этой серии. Ух, крутая карта. Вот честно, я хочу, ребята, еще больше вот таких подобных карт. Потому что это действительно очень круто, ребята. Напишите в комментарии, нравится ли вам эта карта. Я уже сказал, вы можете зайти прямо сейчас ее скачать. А не забываем поставить лайк, ребята. Потому что это действительно крутая карта. Что-то открылось. Что-то открылось. Еще что-то открылось. Да, его сердце уже работает. Хорошая работа. Работает, хорошая работа. И сейчас нам нужно включить машину для питания. То есть, чтобы его сердце продолжало работать. Уже от этой машины. Давайте покушаем. И давайте, ребята, включим. Машина. Что там включается? Опа. Ну, это где-то там включает что-то такое. А, это какой-то секретик. Я, ребята, нашел шлем доктора. Нифига себе. А, значит, в каждом уровне есть какие-то секретики. Я не знал. Я не знал. И давайте нажмем вот это. Твою мать, прям напугался. Машина была активирована. Но сейчас... Чего? Ну, он стал каким-то неостановимым. Да, твою мать. Нам нужно найти какую-то кнопку для того, чтобы... Идите сюда. Идите сюда, криперочки. Нам нужно найти какую-то кнопку. Нет, я чуть не упал. Нет, твою мать. Нам нужно найти кнопку, чтобы остановить вот этого чувака. Потому что он стал полуроботом. Так, 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 так. Где кнопка? Я сейчас вот это все ломать не могу, потому что криперы за мной бегают. О, что тут написано? Red Carpets. Red Carpets. Эээ, красные... Красные ковры. Красные ковры. Знаете, под красными коврами может быть кнопка. Ааа. Не зря же нам там такую подсказку дали. Да, у него прям в мозгах. Красные ковры, красные ковры. Я не знаю, какая это песня. Я сам сейчас только что придумал. Но, пожалуйста, дайте нам... Дайте нам твою матушку. Криперы. Лучше мне помогите, а не мешайте. Пациент умрет. Умирает пациента. Вы мне мешаете. Так, так, так. Пожалуйста. О, тут еще есть. Тут еще есть. Не зря же там на... Твою мать. Чет куда... Так, давайте сначала покушаем. Покушаем. Криперочки. Я вас очень всех люблю. Пожалуйста. Ну, идите в жопу. Идите в жопу. Идите в жопу. Кнопка. 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 Да. Да, ребята. Затащили. Фу. Спасибо тебе. Сейчас. И спасибо за то, что скачал карту и также поиграл. Да, ребята. Мы ее затащили. И я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если вы хотите продолжения. Если вы хотите больше подобных серий. Если вы хотите больше, ребята, вот таких крутых карт. То не забываем ставить лайки, ребята. Набираем 3000 лайков. Я завтра уже выпускаю новую серию с прохождением какой-то крутой карты. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Потому что каждый подписчик для меня, как друг, честно. Оставляйте свои комментарии на самые интересные. Я, конечно же, буду отвечать. И также, ребята, делитесь этим видео со своими друзьями вконтакте. Ну и просто приглашайте их на просмотр, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята. Приходите на мой канал завтра. Потому что видео выходит каждый день. Еще раз, ребята, я с вами прощаюсь. Всех вас люблю. Всем удачи и пока.